Всем привет! С вами Дремов Николай и вы на канале Поступление и Наказание, где мы разбираем алгоритмы выполнения всех заданий ЕГЭ по обществознанию 2021 года. Задание номер один требует от нас записать термин, который пропущен в соответствующей схеме или таблице. Однако, прежде чем приступать к решению этого задания, нужно понимать, какие темы в него включены и какими навыками вы должны обладать, чтобы гарантированно получить за него максимальный возможный балл. В задании номер один вам может встретиться любая из тем курса обществознания, поэтому секретом его выполнения является умение сузить круг поиска терминов до минимума и не потратить лишнего времени на попытки вспомнить нечто абстрактное. Чтобы решать данное задание успешно, вам нужно уметь сопоставлять термин и его значение. Однако, во время подготовки мы чаще всего смотрим на термин и пытаемся самостоятельно сформулировать его определение, в то время как данное задание требует обратного. Определение у нас уже есть, а вот самого термина нет. В идеале для выполнения этого задания вам понадобится две минуты. Если вы понимаете, что тратите больше времени, оставьте его и переходите к следующей задаче. Задание номер один вы сможете выполнить позже. Само задание имеет базовый уровень сложности и принесет вам один первичный балл в случае правильного решения. А с этим заданием другого случая быть не должно. Хорошая новость заключается в том, что сюда попадают достаточно простые термины и многим ученикам вообще не нужна какая-либо стратегия выполнения. Если ответ очевиден, проверьте себя, запишите его и переходите дальше. Если идей нет вообще, переходите дальше сразу. А вот если понимаете, что могли бы додуматься до правильного ответа, то просто следуйте представленному ниже алгоритму. Во-первых, прочитайте задание и определите, к какому разделу общества знания относится данный термин. Это первый шаг к сужению круга подозреваемых. В нашем случае это человек и общество. Во-вторых, определите тему, которой принадлежит термин и сделайте предположение, какой именно термин пропущен. Тема религия и искусство мораль и сам термин, скорее всего, мораль. В-третьих, дайте этому термину собственное определение и сравните с тем, которое дано в задании. Мое определение – мораль, то, что общество определяется как добро и зло. Также это нравоучение, ценности, правила, регулирующие общественную жизнь. Как вы видите, оно весьма похоже на определение, данное в условии задания. В-четвертых, запишите термин в таблицу – мораль. Далее, проверьте себя, сопоставив термин и его значение. Мораль – это сфера ценностей или оценок, норм или правил, регулирующих жизнь с позиции гуманизма, добра и справедливости. Ответ определенно верный. Ну и, наконец, запишите ответ в бланк. Почему это нужно делать сразу, я расскажу в следующий раз. Ну а на сегодня на этом все. Не откажите в любезности оформить подписку на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Вот теперь точно все. С вами был Дремов Николай. Берегите себя и свои баллы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!